Приветствую вас! Я бы, конечно, обратил ваше внимание на то, что системности у вас как раз-таки более чем хватает, судя по тому, что вы пишете, потому что, ну, вы пишете, что пытаетесь уснуть, да, а у вас не получается. То есть, вы хотите себя, по-видимому, заставить заснуть, вот. А можно это сделать, в общем-то, далеко не всегда, вот. Поэтому, как бы, я бы сказал, что у вас, на самом деле, ну, гораздо больше системности, да, чем, к примеру, вы пытаетесь, ну, донести до нас, да. Вот. То есть, я тут, конечно, могу, я могу быть безнебрат, ну, вот. Но мне представляется история такой. То, что системности как раз у вас хватает. Так что, нужно, на мой взгляд, больше не на системность обращать внимание ваше, а, возможно, как раз-таки на то, чтобы давать своим чувствам, ну, больше, больше выхода, возможно, да, давать своим чувствам возможность проявить себя как-то, вот. Что есть в этом, в этом ключе. Двигаться, на мой взгляд, имеет смысл. И не подавлять себя так, как вы это сейчас делаете. Итак. Значит. На протяжении трёх лет, пишите вы, возникали ситуацию, выбивающую почву из-под ног. Сначала конфликт с женой и тёщей. И тёщей уходит с семьи. На тот момент у нас уже был один ребёнок один год, теперь мы пять. Тут получается, эээ, травма развода, да. Эээ, после этого я переезжаю в квартиру, где проживала отец и брать. Мама, которая в то время не умерла. Сразу же, если проблемы со здоровьем у отца. Интересно, есть здесь связь или нет. Это связь между тем, что вы приехали с ним в квартиру, и то, что у вас проблемы со здоровьем случились. Эээ, алкоголь, курение, нежелание вылечиться до конца, привели через два года к смерти отца. Это событие сильно вымытое на меня. Надо бы вот раскрыть Илья несколько, ну, несколько больше, что вы имеете в виду под вымотом. То есть, вот, ну, выматывание, это что такое? Как выматывание в данном случае себя проявляет? Вот. То есть, это такой момент, на мой взгляд. То есть, если вас это вымотало, значит, возможно, вы чересчур много, чересчур сильно этому отдавались. Вот. То есть, ну, чересчур много вы взбрасили своих ресурсов на то, чтобы вот помочь. Да, то есть, вы говорите, что отец не хотел лечиться, у него не было желания долечиваться до конца. Вот. А, и здесь, на самом деле, опять же идет, видимо, ваша, ну, ваша спасительная роль. Да, то есть, вы пытаетесь спасти своего папу, да, вот, помочь ему, но, вместе с тем, по сути, вы что делаете? Да, вы обесценивали его решение, его решение, решение не лечить. Вот. Ну, потеря близкого, конечно, тоже может быть травмой. А, дальше, значит, так. У меня проявлялись и агрессия, и переживания, как результат стали возникать панические атаки. Ну, это не выраженные, возможно, не отреагированные эмоции. Бессонница и страх уснуть. А, вот, страх уснуть, да, это что, это страх расслабиться, или это чувство вины, может быть здесь, ну, имеет место быть еще что-то, ну, еще какой-то аспект. То есть, вот, надо бы выяснить это, потому что, как бы, страх уснуть, да, он достаточно, ну, глобальным, глобальным может быть. Вот. Его нужно исследовать. Вот. Такая, такой, такой момент. А, дальше идем. Так, на протяжении последнего года работал с психологом. Так, ну, хорошо, что вы работали с психологом. Эм, только, почему, почему перестали работать с психологом? Вот. То есть, по какой, по какой причине вы перестали это делать? На мой взгляд, это очень, ну, очень важный момент, почему вы перестали работать именно с, ну, именно, именно со своим психологом, да, вот, который, ну, у вас был, видимо. Да. Вот. То есть, это нужно, поисследовать тоже. То есть, если, если вы, ну, если у вас, эм, вот, как вы пишете, была совместная работа, когда, эм, с психологом, эм, то, по-видимому, вы, по какой-то причине, ее, эм, а, завершили. Вот, и здесь, на мой взгляд, нужно преследовать, преследовать, почему это произошло. Вот, понимаете? То есть, вот это такой аспект и такая ситуация. Вот, дальше, дальше, так, по ее рекомендациям подтверждал храм и исповедовался. Я ничего не имею против того, чтобы вы ходили в церковь и чтобы вы занимались исповедованием. Вот, ни в коем случае я не против этого, но мне, вот, думается, что для психологов подобное высказывание несколько странно. Вот, ну, опять же, ну, мое такое мнение, мое такое мнение, вот. Вот, то есть, это то, что я могу вам сказать. Вот, то есть, ну, как бы это, это нужно исследовать, вот, это нужно исследовать и нужно ответить на вопрос. Вот, ну, почему она вас, да, значит, ну, направила туда, к церковь. Вот, то есть, это вот такой аспект важный, на мой взгляд. Дальше. Так, агрессию и переживание удалось побороть. Ну, опять же, хотелось бы понять, что вы понимаете под побороть. Потому что, вообще-то говоря, побороть что-либо, это весьма опасный момент. Вот, именно, по той простой причине, что, эм, чувство, существо загоняется вглубь. Вот. Они не получают, как бы, своей реализации. Вот. То есть, что вы понимаете под тем, это побороть. Дальше. Хотя мысли о том, что мой сын растет без отца, мы видим, что по выходным до сих пор меня беспокоят. Здесь, опять же, очень важный момент, эм, что вы понимаете под тем, вот, что сын растет без отца. То есть, как вы это понимаете для себя, это очень важный момент, на самом деле. Эм, потому что, если вы видите по выходным, но видите, что сын не растет без отца. Вы видите, видите его. Да, вы видите его не часто, но регулярно. И тут самое главное, именно регулярность, а не, эм, частота. Вот. Как таковая. Потому что, эм, сыну важно именно знать и чувствовать, что у него есть отец. А это он чувствует. Эм, так что здесь у вас, эм, эм, возможно, есть тоже какой-то страх. Например, ну, например, перед тем, что вы, допустим, не сможете реализоваться, как, как, отец, эм, вот, и так далее. То есть, я, конечно, здесь, эм, предполагаю столько. Вот. Но, тем не менее, да, вот, если вас это беспокоит, ну, надо бы, надо бы, надо бы, надо бы, поиследовать. И если вас это беспокоит. Самое, что это, ну, это, эм, это важно, важный момент. Важный момент. Достаточно. Дальше, эм, так, эм, так, эм, хотя мысли, эм, по выходным беспокоит меня. Благодаря психологу удалось наладить отношение с бывшей женой стало как-то легче. Это хорошо. Только вот привычка бояться уснуть осталась. Ну, соответственно, нужно, эм, здесь, все-таки, ответить на вопрос, эм, с чем это связано, да? То есть, вы не можете расслабиться, например, потому что считаете, что, к примеру, ну, что вы, к примеру, этого недостойны, что вы не можете этого сделать, что у вас нет, эм, ну, что у вас нет такого права, например, да, расслабиться, ну, то есть уснуть. Или за этим, эм, скрывается, эм, что, ну, что-то еще, вот, эм, какой-то момент, да, вот. То есть это, эм, то, что нужно, эм, поисследовать обязательно, то, что обязательно нужно вам рассмотреть, ну, вот. Потому как, эм, эм, ситуация, просто, ну, в противном случае, да, она будет непонятной, эм, ну, во всех, во всех остальных, эм, моментах. Вот. А это, то, что я могу вам, эм, сказать, сейчас, на данный момент. Вот. Потому что, эм, эм, пока только предположение, в силу того, что страх, он, как бы, нуждается в исследовании. Ага. Дальше. Раньше тревожные мысли нагруживали меня, участвовали в сердцебиении. Теперь все, эм, в течение дня, до самого момента лечь, эм, спать наблюдать нормальное настроение. Когда я лечу, появляются мысли, усну ли я. Тут и начинается. Эм, смотрите, вам для чего-то нужно уснуть. Эм, так что вы, опять же, себя пытаетесь контролировать. Эм, вот сюда, к вопросу о том, что я говорил, эм, про то, что системности у вас, эм, возможно, многовато. Вот. То есть, эм, почему вы, эм, так хотите, эм, уснуть? Почему так важно вам уснуть? Вот. Это то, что нужно поисследовать. Дальше, эм, опять же, здесь не очень ясна роль, эм, психолога вашего. В том смысле, что, участвует ли психолог как-то в том, что вы делаете? Участвует ли, эм, специалист в том, что, вот, ну, ну, в этом, в этом процессе. То есть, эм, не очень здесь понятно этот момент. Потому что, если вам психолог помог, а вы, ну, логично, что обратились бы к нему, да? Вы почему-то, эм, к нему не обратились, вот, эм, ну, по какой-то причине вы к нему не обратились. А, есть ли, эм, у этого основания, эм, да, возможно, возможно, у этого основания есть. Какие у этого основания, да, это нужно исследовать, на мой взгляд, вот, эм, может быть, есть какие-то блоки у вас. Вот. А, дальше идём. Значит, эм, следующий момент, момент, да, который вы описываете. Эм, значит, если не уснул, буду, видимо, разбит. И что? Ещё один момент, когда я вот так мучаю попытку мучить, чувствую, как в обночастие в голове приливает кровь. Я так понимаю, это дело адреналина. То есть у вас достаточно сильное волнение. Данный факт напрямую связан с выпадением волос на моей голове и приливает масло в огонь. Какой факт связан с тем, что у вас происходит выпадение волос? Адреналин или приливать кровь в кровь в голове? Как вы относитесь к выпадению волос? От этого я переживаю ещё больше. От чего? Пестойная ночь может повториться на следующий день. Пробовал множество разных способов. Помогал мне один-два раза. Потом приходил искать другие способы. Какие способы вы их пробовали? Или я? Вы можете, ну, описать. Какие способы? Ну, просто вот. Чтобы понять вам. Метод парадоксальной интенции пробовали. Например. То есть вы, ну, поймите правильно. Я не говорю, что вы не пробовали, но просто когда люди говорят, что пробовали множество способов. Да, хочется, ну, спросить, спросить, собственно, какие. Просто потому что, ну, ну, может быть, человек что-то не попробовал. Да, это первое. Это первое. Это первое. Хотя, конечно, конечно, способы здесь, они будут как-то вот, ну, ну, варьироваться, да. Чтобы использовать это всё равно только поверхностная корректировка. Ну, соответственно, корректировка ваших проблем будет. Да, если поможет, потому что то, на что обратил внимание Кудрыщев Игорь Леонидович, является ключевым моментом. Вот. Ну, вот, в принципе, так. Откуда вы взяли момент про системность, да? То есть, ну, как вы взяли этот момент про системность? Это вот то, что надо будет поиследовать. То есть, какая причина-следственная связь, что ваши проблемы с основным, да, отсутствуют. Отсутствие системности. На мой взгляд, это нужно и следовать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Удра по ночи». Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...